Гарамбо ТВ представляет Здарова! У меня уже давно не было таких видео Представьте! Одна секунда! Полный пиздец! Погнали! Лох! Некоторые из вас могли не заметить, поэтому вот еще раз Ведь все коротко вызывает смех при повторном просмотре Насколько мне известно, это военное учение в Волгоградской области Не знаю, может быть все-таки так и должно было случиться Это же все-таки учение Но нет Если бы они хотели сымитировать ракету, они бы не стали так морочиться, чтобы она огнем полыхнула В ракетницу бы просто резинку вставили, а вместо ракеты картошку И то дальше бы улетело Но серьезно, как можно было так лохануться? Им повезло, что это учение А представляете, если бы это была сложная военная операция Исход этой войны зависит от сегодняшнего дня Мы должны быть максимально сконцентрированы и подготовлены Ты понял меня, ракетчик Картер? Да, сэр Отлично, начинаем Картер! Да и вообще, вполне возможно, что этот чувак и в жизни такой же скорострел Эй, детка, давай сделаем это Давай, только продержись подольше, пожалуйста Хорошо В общем, не везет этому парню А еще мне дико нравится, как чувак в танк ныкается Бля, ща пизданет! Ребят, мне здесь попалось одно видео, которое уже прилично висит в инете Но забить на него я не смог Потому что оно относится именно к тем видео, на которые смотреть можно бесконечно Несмотря на то, что оно снято вот так И здесь какое хорошее настроение у собаки Многие сейчас испытали это неловкое чувство, когда собака двигается лучше, чем вы Как у нее так получается четко чувствовать ритм гангстера пачка от Эминема? Мне, конечно, сложно поверить в это, но мне кажется, именно его тексты Двигай свои жопы, детка Двигай свои жопы для меня Так влияет на собаку, и в этот момент она думает Да, Эминем крутой, я тоже буду крутой Я буду первая белая собака, которая поднимет со дна все это дерьмо Что слушает гангстопсы, а двигаться я буду вот так Да, ээ, ээ, йоу, а, это мой стиль Да и вообще, если бы эта собака выступала на одной сцене с Эминемом Они бы нехило так раскачали толпу Мне еще нравится пауза в середине, где собака на секунду останавливается Думает о чем-то, а потом забивает на все и начинает танцевать снова Но все же интересно, как бы отреагировал этот пес, если бы в дом ворвались грабители Слышь, 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 слышь Смотри, там какая-то странная собака, зацени Пристрели ее Не могу, не могу я стрелять в собаку, которая такое хорошее настроение Да, и я Я сейчас, блин, все обломаю А, смотри, смотри, там жук-тусочек вместе с ней А, она его съела А, а, аааа Ну вот еще где возникает вопрос Почему рядом с диваном? Может дископес под ним отложил нехилую кучу дерьма, а тут хозяин неожиданно с камерой? Ну и чтобы не получить пизделей, ей ничего больше другого и не оставалось Как отвлечь его внимание танцем, пока она там разбирается со своим грязным бизнесом под диваном? Да ладно, ладно Эта собака не ходит под диван, она же не такая тупица Возможно, она вообще не танцует, а ее просто блохи жестко кусают Поэтому она такая дерганая и чешется об диван Но это не важно, а важно только то Как она это делает? Ребят, вообще, давайте теперь, как она, чесаться Если вот чешется живот, то делаем вот так Вот так, вот так Если чешется голова, то вот так Вот так, вот так Вот так Если чешется рука, вот так, вот так Блин, это самый лучший способ чесаться Иди сюда, давай камеру Я тут узнал, что в Испании угорают не только по кориде Есть еще одна тема Энфиэро Праздник, когда испанцы целую неделю каждый день злят быков А потом везде носятся от них по городу ради угара Следующее видео, кусочек этого праздника Я думал, такое бывает только с теми, кто не видя стекла идет вперед и лбом его разбивает Оказалось, что нет Достаточно всего семи быков и все пойдет не по плану Но если перевести надпись с витрины на русский То ребят значит скидки И, возможно, чувак просто решил зацепить себе кроссы по дешевке Но если посмотреть на поведение последнего парня, который решился помочь То кажется, как будто чувак заглядывает в магазин, как будто там внутри огромная дыра И если крикнуть, даже эхо будет И если учесть всю эту ситуацию И сам факт, что у быка есть рога и он похож на сатану А раз так, то влетевший мужик бежит от семи сатанов Не, семи сатанин Блин, название таблеток от кашля похоже Семи сатанин Для здоровья с этим я не обходи Так Так, а о чем это я? Ах да, учитывая все это, ребят, прям так и хочется сюда вставить одну знаменитую фразочку Прямиком вас нахуй! Кстати, вы обратили внимание на быка, который бежит сзади? Мне кажется, он не хило так обломался А последний, это, наверное, корова из Индии Она вообще тут ни при чем И сюда просто на фиесту приехала И да, если все же приглядеться, то видно, что чувак как-то наигранно прыгает в витрину И второй его друг тоже странный Он его соучастник, и это спланированный грабеж Ну вы же знаете, если видео начинается вот так То сейчас по-любому будет дикий турбозамес Нет, я, конечно, знал, что майтай сейчас популярен Но не настолько, что им даже алкароссиянки занимаются Вообще странно это, алкаши и спорт У них теперь, наверное, даже комитет свой есть А их слоган звучит вот так Алко-спортсмены, мы не чувствуем ваших ударов Потому что мы в говно А у этой ворониной неплохие навыки Не хотел бы я с ней лицом к лицу встретиться Потому что она бы меня одним запахом перегара бы вырубила Очень опасная баба А представляете себе такую банду алкашей? Типа они пьяными на людей нападают Правда, люди обычно просто от них уходят И в итоге алкаебы, сами того не понимая, пиздятся друг с другом Но вот сейчас будет переломный момент видео Прям вот свежая струя Стоп, у этой тетки в руках маленький ребенок Как можно лезть в разборку с маленьким ребенком на руках? Вы просто зацените, что дальше происходит Бля, это полный пиздец Столько экшена в кадре я видел только в Железном Человеке 3 Больше всего меня возмущает тетка с ребенком Не, она молодец в том, что вступила за мужика За это ей уважуха Но зачем она это с маленькой девочкой на руках делала? Она бы еще в этот момент ее грудью кормила И для яркости своего персонажа Размахивала бы новорожденным на пуповине, которую еще не перерезали Еще мне нравится, что помимо экшена В этом видео есть немного эротики Вот, смотрите Дорогие цензоры, пожалуйста, не расценивайте эту сцену как жесткую эротику и обнаженку Ничего такого здесь нет И все, что у меня могло стоять до этого, уже легло, отвалилось и убежало куда подальше А заканчивается видео хоть и стандартно, но неоднозначно Дама упала и ударилась головой В ней все окей, ну максимум сотрясение мозга Главное, жить будет Да я отрубилась, она больше не от удара, а от того, что в говно была И последняя просьба Ребят, не показывайте это видео иностранцам А в нашей стране и так уже целая куча стереотипов существует Не хватало нам еще того, чтобы думали, что наши женщины в бой со своими детьми на руках бросаются А то придумают какого-нибудь супергероя С ребенком в руке, размахивающим младенцем на пуповине И назовут его Матер Россия Вы все недели думали, что ж показывал вот этот чувак Вот эти варианты мне понравились А вот этот самый крутой вообще, прям супер-пупер А теперь правильный ответ А я показывал, что еще может этот эпический хонорик А следующее видео на интерактив нам прислали вот эти ребята Привет, Макс Привет, Макс Всем привет Всем привет Угадайте, что мы показывали Что мы показывали Ваши самые интересные догадки, а также правильный ответ Мы покажем в следующем эпизоде Присылайте мне видеоответам на ютубе или вот на это мыло то, что вы сами хотели бы показать, чтобы это попало в интерактив А также не забывайте, что каждый четверг на сайте Карамба выходят эксклюзивные эпизоды плюс 150 Ставьте палец вверх, подписывайтесь на новые видео и пишите в комментариях пятерочки Кто больше всех пятерочек в комментариях напишет, у того больше будет шансов сдать все экзамены и сессию на отлично И просто стать королем мира, королем пятерок, королем женщин и мужчин В зависимости от вашего... Че-то я размахиваю членом во все стороны В зависимости от вашего пола В общем, у того будет самый большой член и самая узкая вагина И король секса еще заодно Это был Плюс 100500, меня зовут Максим, пока! В детстве мир представляется нам волшебным местом, где все так интересно Как вот этому мальчику, который думал, что папка пришел с работы, а оказалось, что это всего лишь почтальон На!